Сегодня мы поговорим про индексы. Индексы — это такой внутренний механизм базы данных для ускорения поиска. Грубо говоря, это такая специальная таблица, которая используется в системе управления базы данных для того, чтобы ускорить получение данных. Нужно отметить то, что индексы, они как и ускоряют нам получение данных для, скажем, фильтра по определенной колонке, но также они измедляют нам процесс добавления и изменения записей в этой таблице. Почему так происходит? Потому что кроме того, чтобы обновить основную таблицу, которую мы обновляем, нужно будет еще и обновить специальные записи об индексах, когда мы подделаем какой-то insert или update. Когда пишут про индексы, я сейчас полистал несколько статей в интернете, вот чаще всего приводят в пример такие индексы вот в книге, в бумажной книге, когда мы открываем последнюю самую страницу, да, и там типа написано слова по алфавиту, находим нужное слово, там, не знаю, наследование, и приводится страница, на которых содержит это слово. Там страница 110, там 205 и так далее. То есть вот по этому слову, да, это такой индекс в бумажной книге. Если честно, я не очень понимаю эту аналогию, и поэтому решил немного глубже разобраться о том вообще, как устроены индексы, как они хранятся. Вообще индексы бывают разные. Вот есть, к примеру, индекс, который используется по умолчанию, это B3 индекс. Смысл такого индекса в том, что система управления базой данных да, создает такую специальную структуру в виде бинарного дерева, вот, и в ней хранятся, соответственно, данные вот этого столбца, который мы проиндексировали, да. Ну, и, видимо, связи этого индекса, да, вот с какой-то реальной записи в таблице. Так вот, смысл в том, что когда мы ищем просто обыкновенным способом по таблице в базе данных, то мы как бы, грубо говоря, не мы, конечно, база данных, она, можно сказать, сканирует, да, перебирает все записи в этой таблице, чтобы найти подходящие подфильтры. И этот перебор занимает много времени. Так вот, когда у нас есть индекс какой-то, связанный вот с этим столбцом и этой таблицей, то индекс, он уже хранится в виде бинарного дерева, и поиск по бинарному дереву, можете почитать в интернете, что это такое, если не знаете. В общем, поиск по бинарному дереву происходит значительно быстрее, да, и поэтому как бы базе данных нет необходимости обходить всю таблицу. Это вот как устроен B3 индекс. Он работает по умолчанию, есть и другие виды индексов, я сейчас не буду их разбирать, но скажу в конце пару слов, чем нам могут помочь еще и другие виды индексов, но разберу пока только этот. Давайте, наверное, начнем. И посмотрим, как происходит какой-нибудь поиск по определенной таблице, вот начиная с уровня ОРМа. Так, я сначала запущу докер. Так, и теперь я, наверное, открою еще одно окошко терминала, и в нем зайду вот в ManagePy Shell. Так, заимпортирую модель. From Services Models Import Subscription. Так, вот я заимпортировал модель, и теперь мы можем искать, ну, в принципе, по любому полю, да, наверное, будет удобно искать по полю, как оно там у нас называется, comment, потому что оно строковое, да, и нам не нужно никак специально ничего для этого писать. Да, comment. Не важно, какие данные мы добавим в фильтр этого поиска. Значит, попробуем так. Значит, comment равняется 1, 2, 3. Не имеет значения, есть данная запись, нет ее, да, все равно поиск будет происходить. Так, вот у нас есть такая query, которая формируется. Ну, я думаю, не нужно никому объяснять, да, зачем, в принципе, нам нужно делать фильтр в ORM, да, зачем нам нужно делать поиск. Мне кажется, довольно очевидная задача. Вот если мы даже зайдем в такой view, да, вот здесь мы можем определить, значит, фильтр backend и фильтр fields, то есть по каким полям мы хотим фильтровать через API-запрос. Вот, ну, именно в данном видео, наверное, я не буду этого делать, можете сами сделать, если хотите. Потому что мне сейчас гораздо удобнее будет именно показывать это, как работает через терминал, а не через API endpoint. Вот, но применяется это в целом вот здесь вот, да, то есть мы делаем фильтр в первую очередь, как бы где-то здесь, на уровне API. Вот, также где-нибудь, я не знаю, в тасках вот здесь вот мы тоже, вот, да, допустим, делаем фильтр вот такой вот. То есть везде, где используются фильтры, да, везде это будет актуально иметь вот такой вот созданный индекс. Ну, давайте вернемся к этому примеру. Значит, вот мы сделали фильтр, да, и теперь мы можем на самом деле посмотреть вообще, каким образом база данных делала вот этот вот запрос. Как она проводила поиск? Для этого мы должны написать вот ту же самую query. Дальше explain. Это вот в новых версиях Django это работает. В старых не будет работать, нужно будет через SQL query делать. Analyze равняется true. Еще раз эту query. Вот, а здесь, значит, ну, вышел запрос, вот этот explain. Это то, что нам залогировало, как бы, SQL-запрос. И вот здесь вот написано, sequential scan, он сервиса subscription. То есть это то, каким способом здесь отработал поиск. Поиск при помощи sequential scan. Так вот, так выглядит поиск, который не использует индекс. Теперь давайте добавим индекс вот куда-нибудь в модель и посмотрим, как изменится поиск при добавлении индекса. Значит, самый крутой способ, который это делает, это вот написать сюда, индекс равняется true. Вот так вот элементарно. Ну и так как создание индекса, это создание вот этой вот новой структуры в базе данных, то, соответственно, мы должны сделать миграции и эти миграции применить. Давайте так и сделаем. Значит, я здесь сделаю make migrations. И сделаю migrate. И еще я хотел бы вот здесь вот закомментировать пока что временно вот эти вот две строчки. Я сейчас буду использовать консоль для создания многих объектов, поэтому я не хочу, чтобы у меня вот сейчас запускалось тысячи тасков. Сейчас временно так закомментирую, потом все это верну. Да, наверное, зря я вышел из консоли, она еще пригодится. Так, окей, опять заимпортирую эту модель и напишу фильтр. Comment равняется 1, 2, 3. Вообще не важно, какой фильтр, да? Главное, чтобы он был на этом поле. Explain our eyes true. И, как вы видите, да, у нас опять тот же самый sequential scan, который и был. То есть создание индекса, да, вот на такой базе, оно еще не приводит нас к изменению поиска. Так вот, значит, что нам нужно сделать, чтобы реально поиск начал работать по индексу? Создадим несколько моделей subscription, точнее, создадим их много, чтобы у нас заработал, наконец-то, поиск по индексу. Значит, for, for и in. Range от 1 до 1001, допустим так. И дальше subscription.objects.create. И здесь нам надо указать, как бы, минимальные данные, которые бы нам позволили создать подписку. Это должен быть client-id. Вот я поставлю единицу, если у вас нет клиента с таким id, ну, подставьте тогда свой вариант. Plan-id. Тоже любой айдишник из существующего плана. Service-id. Это просто рандомные тестовые данные, поэтому здесь может быть все, что угодно. Ну и в качестве коммента будет str от вот этого i. Так, надо скобочку еще. И похоже, что вот столько у нас создалось новых подписок. Они нам нужны только для теста индекса, поэтому как бы не принципиально, а какие там данные. Так, и теперь делаем опять subscription.objects.filter. По этому комменту. Да, коммент такой обнаружился один. Explain analyze true. Analyze равняется true. И вот вы видите, да, у нас уже индекс-скан. То есть при определенном количестве записей в таблице база начинает использовать сканирование индекса для поиска по этой таблице. Так вот, если мы выберем, допустим, другое поле, какие у нас еще есть поля? Ну, к примеру, price, да. Price это у нас что? Это просто цифра. Здесь будет sequential scan. То есть визуально как бы в этих двух вариантах поиска мы разницу не видим, да. У нас слишком мало данных, чтобы мы могли реально увидеть разницу в скорости поиска. Но на большом количестве записей я уверен, что вы эту разницу почувствуете. Также каждый созданный индекс, в зависимости от того, сколько у нас вообще записей в таблице, он будет утяжелять базу. Ну, в общем, база будет увеличиваться, не знаю, на сотни мегабайт, может быть даже в каких-то случаях на гигабайты, просто от добавления одного индекса. Поэтому добавлять его вообще на все поля, это как бы нет необходимости. То есть лучше добавлять его именно на те, по которым вы ищете. Ну, какие-то индексы базу данных добавляет автоматически. Вот если мы напишем таким образом, id равняется 1, то мы увидим, что здесь уже есть, вот этот индекс scan. Хотя мы для этого id, да, индекс не добавляли. То есть для primary key индекс создается автоматически. Ну, если мы, допустим, посмотрим, не знаю, вот план id, есть ли там индексы, когда мы ищем по какому-то плану, да, здесь будет sequential scan. То есть, судя по всему, на foreign key ID-шники как раз индексы автоматически не создаются. Так вот, индексы, они могут быть не только на какое-то одно поле, да, вот как в случае с комментом, но они также могут быть и на какие-то сочетания полей. И давайте проведем еще один небольшой эксперимент. Вот я создам, значит, поле, назову его field A, ну, неважно как, и field B. Мы не будем делать для них индексы. Это будет поля без индексов. Ну, это будет обыкновенный char field. Я все-таки выйду из консоли и сделаю опять make migrations и сделаю migrate. Зайдем в shell. Сделаю опять импорт и напишу такой фильтр. И explain analyze. Здесь, конечно, у нас sequential scan. Так вот, для того, чтобы фильтровать как бы сразу по двум полям одновременно, если мы хотим, чтобы использовался какой-то индекс для этого, нам надо создать такой некий составной индекс, который будет включать в себя именно вот такое вот сочетание этого поля с этим. Тогда у нас будет индекс использован. То есть нам не надо отдельно навешивать индекс сюда и отдельно его навешивать сюда, а нам надо сделать такой составной индекс для этих обоих полей. Так вот, как это делается? Значит, напишем класс мета и напишем здесь indexes. равняется. Это будет такой список и вот тут мы перечисляем индексы. Значит, models.index в скобочках fields. То есть на какие поля его делать и имена наших полей. Значит, на field A и на field B. Ну и опять нам надо сейчас я вот это вот сохраню, чтобы потом руками не набирать. и значит опять нам надо пересоздать миграции. Вот мы видим, создался индекс. У каждого индекса есть такое вот свое какое-то уникальное имя. Здесь оно автоматически генерится, но вы можете его самостоятельно определять, если хотите. И опять я зайду в консоль и посмотрим, как теперь будет работать поиск. Заимпортирую модель и сделаю такой же поиск, который я уже делал до этого. И здесь уже индекс скан. То есть на сочетании вот этих вот двух у нас теперь работает индекс скан. И если мы напишем такой поиск, как допустим field B равняется какое-то число, то есть какая-то строка точнее, то мы увидим то, что это обыкновенный sequential скан. То есть реально индекс скан вот в данном случае используется только тогда, когда мы используем для поиска именно сочетания этих двух полей. Вот такой вот составной индекс. Ну и если сделать резюме, то индексы надо использовать только там, где вы собираетесь искать. Если вы ищите в сочетаниях, то надо делать индекс для конкретных сочетаний. Соответственно, если у вас довольно много полей, то вы не можете сделать индексы абсолютно на все комбинации. Здесь для поиска надо использовать уже другие инструменты, может быть типа как Elasticsearch, но это уже совсем другая история. Возможно, когда-нибудь про него сделаю видео. Индексы замедляют апдейты. Индексы создают дополнительные структуры данных в базе, и поэтому они делают базу тяжелее, укрупняют ее, они могут весить сотни мегабайтов. Индексы бывают частичные, то есть мы можем использовать condition и, к примеру, проиндексировать какие-нибудь архивные подписки или чем-нибудь такое. Когда у нас данных много, это помогает нам облегчить индексы, чтобы создавать их только на какие-то определенные записи. Также довольно популярная тема в целом в кондишенах отсекать индексы для тех записей, у которых в значении стоит null. Можете тоже попробовать что-то такое сделать. Есть еще несколько видов индексов. К примеру, есть такой hash индекс. Он гораздо меньше занимает места в том случае, когда данные в данной колонке друг на друга похожи. К примеру, если мы храним даты или какие-то похожие айдишники, есть такой еще брин индекс, и он тоже очень мало занимает места в том случае, когда значения в базе отсортированы. И он будет очень-очень мало весить. То есть по сравнению с сотнями мегабайт, это может быть реально несколько килобайт. Вы можете самостоятельно прочитать про разные винды индексов и когда они и где они подходят. Но самый основной, который применяется по дефолту, это B3 индекс. Мы сейчас его разобрали и посмотрели, как он работает. И также могу от себя добавить, что на реальной продакшн базе какой-то поиск, допустим, когда у нас много записей, какой-то поиск без индексов вообще может работать невероятно какое-то значение для поиска, то это может не укладываться даже в минуты. То есть индекс ускоряет поиск во много-много раз. И на более-менее больших каких-то средних больших данных без него даже невозможно обойтись. Ну вот в принципе про индексы и все. И встретимся в следующем видео.